Ваше Святейшество, добрый день! Это уже традиционное рождественское интервью нашему телеканалу. И в этот светлый праздник Рождества Христова в начале Нового 2012 года, я думаю, было бы уместно попросить Вас подвести итоги года ушедшего. Что было главным для Вас, для Церкви, для общества? Какое событие Вы могли бы поставить на первое место, и что стало определяющим? Это трудный вопрос, потому что на него нет объективного ответа. Каждый человек смотрит со своей точки зрения. Но человеческая точка зрения, конечно, не соответствует взгляду Бога на человеческую историю. И поэтому только по прошествию времени, когда более контрастной становится картина, когда уходят полутени, и серая краска исчезает, когда видно, где добро, а где зло, тогда люди дают более трезвые оценки происшедшему. Поэтому и мой взгляд на нынешний год будет, конечно, субъективным, и тоже с моей точки зрения. Было много важных событий в политике, в экономике, в социальной жизни. Было много положительного, и было то, что очень разочаровывало людей. Но если взглянуть на все это с религиозной точки зрения, то все эти события отражают некую динамику жизни. И вот эта динамика жизни заставляет меня лично о многом задуматься. Что происходит с современным человеком? Мы реально становимся лучше? У кого-то есть ощущение, что мы как народ, как личности, как семьи, что мы становимся лучше, крепче, сильнее, разумней? Мы с легкостью используем современные технологии. У нас возникает чувство всемогущества. У одних людей от того, что у них слишком много денег. У других, потому что они прекрасно владели компьютерными технологиями. И делают то, чего они могли делать в прошлом. А на самом деле это является могуществом или нет? Тема ценностей является самой важной. И от того, что мы называем ценностью, вот и зависит расстановка событий по шкале. Для меня самым потрясающим событием было принесение пояса Пресвятой Богородицы, который всколыхнуло все наше общество. Которое лишь только отчасти помогло увидеть людям уровень религиозности. И, как подсчитали те, кто стоял рядом со святыней, есть определенное количество людей, которые могут пройти в единицу времени. Физически больше пройти не может. Так вот, при максимальном наплыве людей в течение всего месяца не смогло пройти больше трех с половиной, примерно миллионов, чуть поменьше, между тремя и тремя с половиной миллионами. Ну, а если бы год был пояс Пресвятой Богородицы, то это сорок миллионов. И вот пока вера живет в нашем народе, это самое сильное, самое светлое и самое вдохновляющее явление. Тогда мы не потеряем шкалу ценностей. Тогда нам никто не заморочит голову, и мы сами себе ее не заморочим. Тогда мы действительно сохраним способность жить. А когда человек сохраняет способность к жизни с большой буквы, не к физиологической жизни, к жизни и культурной, и духовной, интеллектуальной, и физической, вот тогда есть надежда. И поэтому принесение пояса Пресвятой Богородицы дало мне великую надежду. В нашем обществе довольно сильны антиклирикальные настроения. И почему вдруг возник такой запрос на чудо? В отношении антиклирикальных настроений есть миф о росте антиклирикальных настроений в обществе. У нас есть рост в процентном отношении, значительный рост, антицерковный и антирелигиозный, составляющий в средствах массовой информации. Но это не отражает настроение людей. Это отражает лишь только следующее явление. Вера и церковь становятся более видимыми, более значимыми для жизни людей. И встречают сопротивление тех, кто не чувствует веры в сердце, кто не связывает с верой в Бога своего будущего, кто даже тот среди тех, кто считает своей задачей бороться с религиозными убеждениями. Эти люди никуда ведь не улетучились. Они присутствовали на протяжении долгих десятилетий в нашей жизни. Кроме того, современный потребительский образ жизни содействует формированию агностических настроений. Люди не задумываются о великом, о вечном, о святом, о добре и зле. Они думают о деньгах, о том, как их потратить. И вот эти два фактора, с одной стороны, рудиментарная антирелигиозность советского времени и плюс новый потребительский контекст, они действительно в определенной части нашего общества формируют некое безразличие к религиозной идее. И в таком смысле эти люди становятся иногда питательной средой для распространения антирелигиозных убеждений. Чем и воспользовались люди, которые профессионально работали и работают в этой области? Сейчас события в политической и общественной жизни будто бы уплотнились. Часть наших сограждан посчитала прошедшие выборы в парламент несправедливыми. И по стране прокатились акции протеста, но самые многочисленные были в Москве, вот здесь. И причем люди, которые собирались и на Болотной площади, и на проспекте Сахарова, были абсолютно разных политических взглядов, но они были объединены одним лозунгом за честные выборы. Вот в конце года, в самый разгар митингов, вы в своей проповеди призывали к сохранению согласия и гражданского мира. А ведь впереди у нас, ну, пожалуй, что самые такие ответственные и важные президентские выборы. Вот что бы вы сегодня могли сказать и власть придержащим, и протестующим, как найти вот это взаимопонимание, как можно протестовать, не подвергая опасности и не расшатывая фундамент общего нашего дома. Вот эта ваша последняя фраза, она является ключевой. У каждого человека в свободном обществе должно быть право выражать свое мнение, в том числе и несогласие с действием власти. Если люди такого права лишаются, то это воспринимается как ограничение свободы. Это очень болезненно. Давайте вспомним то же самое советское время. Оно не было такого права. Оно декларировалось на бумаге, а реально нет. А сейчас есть такое право. И, конечно, этим правом люди пользуются. Для церкви этот вопрос очень чувствительен, потому что ведь наши прихожане и среди тех, кто был на площади, и среди тех, против кого выступала площадь. Поэтому слово церкви не может быть политизированным. Оно не может быть несбалансированным в самом принципиальном смысле этого слова, а не в смысле ложных дипломатических балансов, а в смысле того, что слово церкви должно нести к правду, которую примут все, и одни, и другие. И правда заключается в том, что ложь должна уходить из нашей жизни. Из политической, из экономической, из социальной, из личной жизни. А разве среди протестующих нет, кто обманывает своего мужа или свою жену? Кто ведет параллельную жизнь? Кто нечистоплотен в бизнесе? Но если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере нашей профессиональной, почему так горячо требуем, чтобы правда сохранялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть? Вот церковь призывает к тому, чтобы на каждом уровне была правда. На уровне личности, семьи, трудового коллектива, на уровне политических партий, на уровне экономических корпораций, на уровне правительства, на уровне тех, кто возглавляет страну. Правда должна быть, когда я говорил о Божьей правде, я и имел в виду правду, жизнь по совести. Ведь в конце концов, понятие правды, это просто соответствие божественным заповедям. Мы должны научиться жить по Божьей правде. То есть мы не должны лгать друг другу. Второй момент, тот, о котором мы уже с вами сказали, если что-то происходит, то обществу должно быть право высказать свое недовольствие. Но при этом должна быть мудрость определенная. Вот если бы демонстрации, предшествовавшие революции 17-го года, закончились выражением мирных протестов, и за ними не последовала бы кровавая революция и братоубийственная война, то сегодня Россия имела бы больше 300 миллионов населения и либо была бы такой, как Соединенные Штаты по уровню экономического развития, либо даже превысила эту страну. Мы не сумели. Мы не сумели тогда сохранить балансы и сохранить мудрость. Мы разрушили свою страну. А почему это произошло? А потому что, в общем-то, справедливые протесты людей очень ловко используются теми политическими силами, которые стремятся к власти. Помните замечательные призывы наших демократов в конце советской эпохи? Нужно разрушить номенклатуру. Нужно отказаться от всех тех людей, которые ездят на черных Волгах. Ну, конечно, шторки снять. Шторки снять. Вы помните? Ведь под этот лозунг тысячи выходили. Что произошло? Взяли власть, из черных Волг пересели на черные Мерседесы. И поставили мигалки. И поставили мигалки. И разделили ресурсы страны. Я не оправдываю то, что было. Я просто говорю о том, как легко соблазнить человека. То же самое ведь было в связи с революцией 17-го года. Грабь награбленная. И ведь что это? Пошли? Пошли врываться в квартиры, разрушать эти усадьбы, спалили страну. А где это награбленное? Новая элита кое-что получила. А народ разве стал жить лучше? Задача заключается в том, чтобы протесты, правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Вот это самое главное. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой признак. Признак неспособности власти к самонастройке. Власть должна настраиваться, в том числе и воспринимая сигналы извне. Мы должны учиться, как церковь сейчас учится, так и власть должна сейчас учиться, воспринимать сигналы извне и корректировать курс. Вот это главное послание власти и главное послание людям. Нужно уметь выражать свое несогласие, не нужно поддаваться на провокации и разрушать страну. Мы полностью исчерпали лимит разделений. У нас нет права больше на разделение. И власть должна через диалог и слушание общества корректировать курс. И вот тогда у нас все будет хорошо. Потому что ведь есть умные люди, образованные, достаточно энергичные, которые способны, я думаю, совместно работая и опираясь на широкую поддержку людей, правильно определять развитие страны и содействовать процветанию нашего общества. У меня вот такое глубокое убеждение. Я очень хотел бы это убеждение передать всем тем, кто нас сегодня видит и слышит. Мы все прекрасно помним, что еще в 2008-м вы принимали участие в масштабном проекте «Имя России». И во многом благодаря именно вам тогда на первое место вышел благоверный князь Александр Невский. Вот с точки зрения дня сегодняшнего, того накала страстей, которые кипят порой на наших улицах, как вы полагаете, какой сегодня нужен России лидер? Когда закончился вот весь этот раунд по выявлению героя, который стал именем России, то в одной из своих передач Никита Сергеевич Михалков, который защищал Столыпина и который, несомненно, был расстроен тем, что не Столыпин, стал именем России, замечательно подвел результат всей дискуссии. Он говорит, «Я в нем так еще раз подумал и пришел к выводу. Если бы Александр Невский был президентом, он непременно взял бы Столыпина премьер-министром». Вот я ничего не хочу говорить, но мне кажется, что идеальные черты этих двух замечательных исторических персонажей должны бы быть примером в том числе и для власти имущих. Нужно ориентироваться на самую высокую планку. На ту, которая канонизирована в сознании нашего народа. Или которая глубоко почитается всем обществом. Аж, собственно говоря, в чем должна проявляться в приоритетном плане власть высших должностных лиц. Ведь приоритеты в работе всегда связаны опять-таки со шкалой ценностей. Вот я думаю, что невероятно важным качеством, который во многом будет определять и приоритет повестки дня, является чувство ответственности человека пред Богом. Если это верующий лидер, он ни на минуту не должен забывать о своей личной ответственности перед Богом. И Бог с него будет спрашивать не только за его личные грехи и прегрешения, но и за все то, что он сделал или не сделал для жизни народа. Ну и, конечно, ответственность перед людьми. И вот здесь я бы хотел сказать о том, что является для России всегда самым, пожалуй, важным. Это чувство справедливости. Потому что для нашего человека справедливость это невероятно важное измерение качества человеческой жизни. Вот если нарушается система справедливости в обществе, система начинает расшатываться. И каждый правитель должен это иметь в виду. Политическая программа партии, если это партия имеет власть, должна это иметь в виду. Но что самое главное, практическая политика должна быть направлена на это. Чего же не хватает? Не хватает многого. Позвольте вам приведу один пример. Как-то недавно я включил телевизор и по какому-то каналу, не помню уже по какому, шел советский фильм. И там сцена в магазине покупатель и продавец. Продавец хамит, покупатель несчастный человек стоит. И вдруг меня осенило. А что это за картинка с философской точки зрения? Да ведь это отношение власти и безвластного. Кто в этой картинке имеет власть? Продавщица. Потому что эта власть это способность свое навязать другому. Повлиять на человека так, чтобы осуществить свои умонастроения, свое целеполагание. Вот в этом собственно говоря власть и заключается. Когда воля одного господствует над волей другого. Или направляет волю другого. В советское время у нас власть имели продавщицы завскладом или товаровед, как говорил классик сатиры, проводники в поездах, в ЖЭКах, везде была власть. Что с системой произошло? Рухнуло. Конечно, не того, чтобы продавцы у нас злые, но потому, что соприкосновение с властью вызывало у людей отторжение. Что сейчас происходит? У нас что, с президентом народ общается, с министрами, у нас общаются с милиционерами, с управляющими компаниями ЖКХ, те же самые ЖЭКи и ДЭЗО, да? У нас, к счастью, свободная экономика, кажется, более-менее решила проблему продавщиц. Но ведь опять нас, человека, простого человека, кошмарит вот этот уровень власти. Я использую это слово кошмарить, не потому, что это слово из моего лексикона, а потому, что это слово сейчас широко распространено, и люди понимают, о чем речь идет. Не нужно никаких определений. Вот если мы с этим кошмаром справимся на бытовом уровне, на уровне местных властей, в первую очередь, и, конечно, на уровне коррупции, на более высоком уровне, ну, тогда будет снята тема отношений человека и власти. я не могу давать социальных и политических рецептов, как с этим справиться, хотя какие-то мысли у меня есть, как у любого гражданина, но как пастырь я скажу, что ничего у нас хорошего не будет, пока мы действительно не изменим свое умонастроение, пока у нас не будет другое сердце, пока мы не научимся уважать и любить друг друга. А ведь действительно коррупция и взяточничество, которое пропитывает буквально все и пронизывает, это одна из самых острых и, пожалуй, опасных проблем нашего общества. И вот часто человек, который не хочет давать взятку или не хочет брать взятку, выглядит просто белой вороной. И вообще он может ли противостоять в одиночку вот этой вот коррупции? Не только может, должен, но не в одиночку, а вместе с другими. вот для этого мы сегодня и опять использую современное слово переформатируем характер православного прихода. Из-за советской эпохи у нас, к сожалению, из приходской жизни ушла социальная работа, образовательная работа, культурная работа, просто приход перестал быть общиной. Какая община, когда храм хранить было опасно? Это вошло вплоть и в кровь людей. Люди в церковь приходят, как в магазин, свечку купить, записочку написать, ну, помолиться и уйти. Вот сегодня употребляются огромные усилия, чтобы приход стал общиной, чтобы вот такие люди, вставшие на путь твердого противостояния злу, могли найти в приходе своих единомышленников, чтобы они могли вовлекать в это церковь. Задача которой заключается в том, чтобы печаловать, то есть бороться за права обижаемых людей. Приход может и должен стать вот этими очагами, опорными точками нравственного преображения нашего общества. Мы должны иметь действительно систему социальной солидарности. и когда все это связано с духовной жизнью, с высокими нравственными и жизненными принципами, когда все это оплодотворяется молитвой, тогда у человека появляется реальная способность и возможность сопротивляться злу и в личной, и в общественной жизни. Дай Бог нам сегодня все вместе реализовать эти планы, и тогда у нас мы будем застрахованы от революции. Вы сегодня довольно часто вспоминаете и 17-й год, и предреволюционный период. С учетом накала страстей сегодняшний день, к какому периоду времени вы могли бы отнести? Конечно, по накалу страстей это нельзя сравнить ни с предреволюционными месяцами и годами предшествовавшими революцией 17-го года, ни с тем, что происходило на излете перестройки, но иногда из малого вырастает большое. И поэтому сегодня мое особое слово к нашему народу помнить, что мы исчерпали лимит конфронтации, что мы исчерпали всякую возможность осуществлять революционную перестройку жизни нашего общества. Наш путь это спокойное эволюционное развитие, в том числе через реальный диалог с властью, в том числе, когда и необходимое, через внешнее выражение своего протеста. Но таким образом, чтобы не сотрясались основы государственной жизни, чтобы не останавливалась экономика, чтобы не разрушалась культура, искусство, образование, спорт, наука, все то, что мы разрушили в 90-е. А еще к этому армию давайте добавим. Вот мы должны помнить, что у нас нету больше такого права. Но это не значит, что мы должны стагнировать. Мы должны развиваться в том числе и через диалог, через столкновение мнений, через интеллектуальную борьбу, через взаимное убеждение. И я полагаю, что это достаточно сильные средства, особенно в наш просвещенный век, век интернета, для того, чтобы реально менять жизнь страны к лучшему. Мы сегодня с вами разговариваем в таком месте, в Свято-Даниловом монастыре, который располагает к таким неспешным размышлениям. Но на самом деле человек современный буквально сгибается под тяжестью той информации, которая на него обрушивается ежеминутно. Иногда он даже захлебывается в том объеме информации. Скажите, можно ли человеку современному сохранить себя вот в этом бурном, иногда не самом чистом потоке информации? Можно и нужно. Я думаю, что очень важно иметь опять-таки вот эту систему ценностей каждому из нас. Льюис сказал замечательные слова. Когда целишься в небо, попадаешь в землю. Когда целишься в землю, попадаешь в никуда. вот если у человека остается всегда приоритет духовного, то даже поглощенный современным информационным потоком, он на ментальном уровне, на рациональном уровне остается способным отсеивать этот информационный поток. Вот эта способность к самосохранению культурной идентичности, сохранению религиозной своей идентичности, своего духовного самосознания является непременным условием выживания человека в современных условиях. вот мы говорили о храме, наши мегаполисы с этой суетой, с этой навязчивой рекламой, с огромным количеством шумов, с огромным количеством стрессов. Человек входит в храм, где нету ни шумов, ни стрессов, тишина и покой. Просто несколько даже минут постоять, свечечку поставить, помолиться, как можешь. Просто подумать, просто остановиться. Это все имеет очень большое значение для понижения этого градуса кипения, этой температуры нашей повседневной жизни. Даже внешний покой, созерцание икон, музыки, это уже помогает человеку. Ну, а если не только внешнее, но и внутреннее, если молитва и духовное сосредоточение, это действительно сила, которая способна удержать человека от многих стрессов современной жизни. Ну, и, пожалуй, еще один вопрос, который я сегодня не могу не задать. Сегодня в праздник Рождества Христова с каким пожеланием вы хотели бы обратиться к нашим зрителям и как пастырь, и как представитель Русской Православной Церкви, да и просто как авторитетный человек, который действительно пользуется уважением в обществе. я бы хотел сказать следующее. Храните веру в сердце. Умейте или старайтесь научиться подыматься над суетой нашей жизни, обращаться к небу, пред Богом задавать самому себе неудобные вопросы о том, как я мыслю, что и как говорю, и как поступаю. Вот это и есть религиозная жизнь человека. И каждый на своем опыте почувствует, что осуществление этого пожелания принесет несомненно реальную пользу каждому. На этом основывается жизнь миллионов и миллионов людей, которым так дорого это духовное измерение, что они за него не отдадут никакие сокровища мира. Я бы очень хотел, чтобы как можно больше тех, кто нас сегодня слышит, на своем опыте все это прочувствовали и поняли. И пусть Господь хранит наших телезрителей страну нашу в предстоящем нам движении по историческому пути. И пусть 2012 год будет годовым божественной милости. Спасибо, Ваше Святейшество, и всего Вам самого доброго. Благодарю Вас. Спасибо. 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 Спасибо.